Всем привет! Сейчас я хочу поговорить о комплексах зависти. Я бы хотела коснуться только одного самого важного момента в нашей современной жизни, из-за которого и появляются наши комплексы, и неуверенность в себе — это то, на кого мы смотрим и за кем следим в соцсетях. Все рождается из-за того, что мы сравниваем себя с другими. И какими бы мы ни были прекрасными, идеальными, неважно, стройными, спортивными, успешными, творческими, какими бы мы ни были, всегда найдется человек, который будет в чем-то лучше нас, который будет более спортивный, более привлекательный по стандартам красоты, более успешный в работе и творчестве и прочее. Всегда найдется человек, в сравнении с которым мы будем неудачниками. Но это слово, оно в принципе не подходит для определения человека. И поэтому вы никогда не будете пребывать в хорошем расположении духа и не будете уверенными в себе, если каждый день сталкиваться со сравнениями себя с другими людьми. Если раньше люди в кино и в телевизоре видели звезд, которые были успешны, привлекательны и идеальны, по их мнению, то сейчас нам уже не нужен ни телевизор, ничего. Мы этих красивых и успешных людей видим в экранах наших смартфонов каждый день. Потому что мы подписаны на них в разных соцсетях. Конечно, в основном я сейчас говорю об инстаграме. И если они для вас служат источником вдохновения, осознанного вдохновения, то есть смотря на них хочется работать над собой, меняться, совершенствоваться, но при этом остается ваша любовь к себе, то это отлично. И здесь даже не нужно ничего менять, но это должно быть осознанно. Однако, если же вы чувствуете, наоборот, напряжение, недовольство собой, разочарование от своей жизни, от того, как вы выглядите, значит, вам нужно полностью переосмыслить некоторые вещи. Первой необходимой прививкой, с которой, я думаю, следует начать, это на какой-то период времени вообще отказаться от просмотра соцсетей и новостных лент. Ставьте себе планку в 5-7 дней. 5-7 дней, в которые вы вообще не будете заходить никуда и будете жить только своей жизнью, смотреть только на себя в зеркало, вы не будете наблюдать ни за чьей посторонней жизнью. И вы заметите огромные изменения в отношении к себе. Я не говорю уже о том, что появится куча времени свободного, что, в принципе, будет подъем настроения, что вы станете чрезвычайно продуктивными, проактивными. Это все в контексте моей темы такие сторонние вещи, которые придут по умолчанию. Но самое главное, это вы посмотрите на себя другими глазами. Из того, что не будет сравнения, вы научитесь любить себя. Хотя бы немножко, но научитесь. Следующим шагом должно быть понимание то, что соцсети — это то место, куда люди вносят и выкладывают только самое лучшее, что у них есть. Самые удачные фотографии, самые счастливые, важные воспоминания. Они это выставляют на показ, потому что в них нет ничего постыдного, скучного, некрасивого и так далее. Это идеальный мир каждого из людей. Но каждый из этих людей сам по себе не идеален. Это необходимо понять, чтобы перестать грустить из-за того, что у кого-то более насыщенная и яркая жизнь, чем у вас. Кто-то много путешествует, ездит и так далее. Они не выкладывают зато фотографии ссор с родителями или с любимыми, грязные посуды и прочее, прочее, прочее. А это составляющая жизни каждого нормального человека. И вообще все то, что мы переживаем, — это нормально. И быть неидеальным тоже нормально. И третьим шагом избавления от комплексов и этой неуверенности в себе может быть то, что вы чаще начнете смотреть на себя со стороны, чаще начнете фотографироваться. И я говорю не о селфи, не о ракурсах, в которых все прекрасны и все не похожи на себя настоящего. Я говорю о действительно каких-то новых местах, новых позах, о фотографировании вас в тех ситуациях, когда вы максимально естественны и красивы по-настоящему, по-своему. Для меня, допустим, в фотографии это и есть минимализм, когда ты не запариваешься, не страдаешь о том, как встать, что сделать, как наклонить голову, а просто являешься собой и запечатляешь это. Как можно чаще смотреть на себя со стороны, рассматривать отдельные фрагменты своей внешности, а все это способствует тому, чтобы полюбить себя, принять себя. Еще я считаю, и мое мнение подкреплено опытом, и не только моим, но и других людей, что невозможно начать меняться и меняться в лучшую сторону без любви к себе, без принятия себя таким, какой ты есть. Да и жизнь становится куда комфортнее и проще, когда вот этот вот большой эмоциональный груз, раздражение, ненависть и недовольство, он просто растворяется, он уходит навсегда. И сам человек становится добрее, когда начинает любить себя, он начинает замечать окружающих, начинает дарить им любовь свою, его начинают волновать другие, более серьезные вещи, чем недовольство своим носом или неидеальной работой. От зависти ни в коем случае не нужно бежать, ее нужно вылечить, потому что это болезнь. А любовь к себе это не нарциссизм, не эгоизм, это здоровое отношение к себе, к своему телу и к своим действиям. Спасибо за то, что вы слышали. Всем пока.